Будут учиться гончарному делу и развиваться в бьюти-индустрии. Восьмой молодежный центр открылся в Сургутском районе. Теперь у молодежи Улькиагуна есть свое место притяжения. Почти 230 квадратных метров, оборудованных на миллионы рублей современной техникой. О новых возможностях, которые появились у ребят из небольшого поселка, в репортаже Светланы Круковской. Держим прямо. Подносим 10-15 сантиметров. Памятная надпись от главы Сургутского района в честь открытия уже восьмого молодежного центра в Сургутском районе. Здесь для досуга молодежи есть все. Каворкинг-зона с настольными играми, кинопроекторами, аэрохоккеем. Медиапространство с телевизорами, акустической системой, студийным светом и интерактивными досками. Теперь можно развиваться и в киберспорте. Для ребят из Ультьягуна закупили игровые компьютеры, VR-гарнитуру, наушники, квадрокоптеры. Это довольно-таки большой центр, каких в школе у нас давно не было. Поэтому тут будет много молодежи собираться и провести досуг свой. Я думаю в основном играть на столке и также заниматься компьютерами, изучать также новое познание в мире. Все молодежные центры оснащают по единому стандарту. Но в каждом есть отличия. Направление, которое выбирает сама молодежь в Ультьягуне, это гончарное производство и бьюти-лаборатория. В ней можно будет обучиться, к примеру, на специалисты по бровям и даже получить сертификат. Я когда 11 класс закончил, у меня были корочки слесаря, автослесаря, слесаря-инструментальщика, водителя категории БЦ со штампиком по достижению 18 лет. Сейчас этого, к сожалению, нет. За этот год 214 сертификатов, которые дают право вести профессиональную деятельность, зарабатывать деньги. То есть детвора прошло обучение и получил документ о профессиональной деятельности. Уже сейчас, пройдя обучение в молодежных центрах, школьники зарабатывают деньги. Здесь можно освоить швейное дело, получить такую профессию, как графический дизайнер или фотограф. Молодежный центр в Ультьягуне построили с нуля. Всего за год. Молодежный центр здесь ждали давно. Как только мы открыли в 21-м году первый молодежный центр, молодежь Ультьягуна прям забила в колокола и требовала построить молодежный центр. Молодежный центр такой. Мы строим третий на территории Сургутского района. Порядка 40 миллионов нам обошлось строительства молодежного центра и оснащение здесь на 10 миллионов рублей. 7 из 10 миллионов на оснащение молодежь привлекла самостоятельно с помощью инициативного бюджетирования. В перспективе такие центры должны появиться еще в Ленторе, Белом Яре, Солнечном, Нижнесартымском и Федоровском. Светлана Круковская, Рашид Латыпов. Вести Югория. Сургутский район.